Итак, мы продолжаем наш разговор о российском футболе. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы поговорить о многострадальном лимите на легионеров. Не так давно у нас начались, как мне кажется, правильные тенденции в российском футболе. Руководители РФС и других организаций начали продвигать вполне себе здравую идею об отмене этого самого лимита, и все казалось очень оптимистичным. Казалось, что мы в шаге от того, чтобы наконец-то перейти к реальным изменениям, которые напрашиваются в нашем российском футболе. И уже были даже какие-то презентации, которые разослали всем командам касательно будущих реформ в нашем российском футболе. Эти презентации оказались в сети, мы их почитали, и после этого все просто были в восторге, что вот, посмотрите, уже сверху продавливают вопрос отмены лимита. Но сперва клубы как-то застопорили этот процесс по самым разным причинам. Наши команды начали бойкотировать отмену лимита. Ну а потом выступил один известный персонаж, живущий в бункере. Человек, который по совместительству является гарантом нашей Конституции. Ну и еще периодически корректором этой самой Конституции. Владимир Путин заявил, что отменять лимит нельзя, что должны играть наши футболисты, ведь мы уже столько лет не попадаем на Олимпиаду. Ну то есть на футбольный турнир олимпийский и так далее и тому подобное. После этого мне было очень интересно узнать, какая же будет реакция Дюкова и всех остальных, которые последние месяцы упрямо говорили, что лимит нужно отменять, что это их личное мнение, что моя позиция такова. Вот было интересно, попрут ли они против власти или нет. Разумеется, ответ был очевиден заранее. Разумеется, ни Дюков, ни другие руководители не стали идти поперек линии партии и резко переобулись. Теперь они заявляют, что да, наш президент прав, нужно вводить ограничения, нужно их сохранять и так далее. И по всей видимости вопрос с отменой лимита можно успешно закрывать. Грусть печаль. Давайте разберемся в этой ситуации. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, вообще, если сейчас немножко окунуться в историю, то можно вспомнить интервью Мутко шестилетней давности, где он уже заявлял о том, что говорил с Путиным касательно лимита, и уже тогда наш дорогой президент заявил о том, что лимит отменять нельзя, должны быть ограничения на иностранцев и так далее. Поэтому, в принципе, здесь еще до вот этого заявления Путина было известно его мнение. Но тогда это было хотя бы со слов Мутко. Можно было технично уйти от этой фразы, что вот, мол, может, Мутко не так что-то понял. У него все-таки вообще вопросы с языками часто происходят. Вспомните, как он по-английски говорит. Может, он и по-русски что-то не так понимает. То есть можно было, если что, отмазаться. Но тут наш гарант Конституции выступил напрямую и сказал свою гениальную фразу. С тех пор это уже стало интернет-мемом. Над этим ржут все. Уже вот я смотрю, и комментаторы Матч ТВ подтянулись. Сейчас идет матч Локомотива против Марселя. И там Шмурнов уже стебется насчет Олимпиады. Ну, потому что действительно смешно. Потому что Олимпийские игры в футболе – это настолько малозначительное событие, что даже говорить об этом смешно. Это, конечно, может быть в отдельных случаях важный турнир, когда бразильцы, допустим, проводили Олимпиаду, там было делом чести показать себя для Неймара и для остальных. Но так, это состязание примерно на уровне Лиги Наций, Кубка Конфедерации и так далее, тому подобное. Не более того. Но, раз уж наше первое лицо государства сказала, все. Знаете, партия сказала надо, комсомол ответил есть. И понимаете, здесь последние заявления Дюкова, они были ожидаемыми. Но как же смешно это звучит. Тот самый человек, который совсем недавно говорил, что я за отмену лимита и все остальное. Что он говорит теперь? Да вот, пожалуйста. Президент сказал о том, что необходимо регулирование этого вопроса, этой сферы, которые связаны с использованием иностранных игроков. Мы не предлагали отказываться от регулирования. Наше предложение – новый подход. Блин, не предлагали они отказываться. Интересно, а вот эти сообщения, эти презентации, которые рассылались клубам с предложением отменить, вот эти вердикты голландской компании Гиперкуб, которая была нанята для того, чтобы сообщить очевидную вещь, что лимит мешает, это что, это все впустую теперь? Кстати, интересно, бабки голландцам заплатили тоже впустую? Потому что теперь ценнейший футбольный эксперт, наш президент, сообщил, что лимит отменять нельзя. Вот с одной стороны, общественное мнение, эксперты, голландские специалисты, которым бабло заплатили. С другой стороны, один персонаж из бункера, который сказал, что нужно оставлять лимит, потому что мы на Олимпиаду не проходим. Вот это круто. Это, понимаете, чаша весов. Там может быть мнение всего мира, а с другой стороны, мнение одного персонажа. Ну вот, пожалуйста, перевесит, причем в легкую. И, понимаете, это сейчас так смешно выглядит. И отмазки Дюкова, который дает там интервью на несколько страниц, где пытается завуалированно как бы сохранить лицо и отмазаться, что вот, мол, да, конечно же, это плохо, но отменять лимит это тоже плохо, лимит есть во всех чемпионатах, какой-то чушь в итоге несет. И в результате понятно, что здесь, ну, просто дали по шапке сверху. Как, видимо, знаете, у нас постепенно все больше и больше появляется признаков царизма. Потому что, как известно, во времена монархии, абсолютный, любое слово императора, должным образом оформленное, имело практически силу закона. Вот и здесь то же самое. Понимаете, просто человек, который ничего не понимает, по всей видимости, в футболе, что-то там ляпнул, и все. Это уже законодательная сила. Но самое смешное, это не лимит. Вот с чего я просто проржался и проорался, так это то, что РФС 31 декабря 2021 года поставит перед сборной России задачу выйти на Олимпийские игры. Это же что такое? Это просто уже мрак. То есть реально, какое-то там слово, человека, не разбирающегося в футболе, на каком-то там совещании по делам физкультуры и спорта, совершенно неадекватная какая-то мысль касательно Олимпиады, она уже имеет силу закона, и РФС под это прогибается и говорит, что нужно срочно выходить на Олимпиаду. Нет, вы что, серьезно что ли, ребят? Вы не прикалываетесь? Это что, правда? Блин, это печально. Это очень печально, знаете? Потому что скоро, я не знаю, Путин скажет, что 11 футболистов это мало на футбольном поле. У нас что, в РПЛ будет в 12 играть игроков? Или что? Или в 13, или в 15, или, я не знаю, выйдет стенка на стенку. Что произойдет дальше? Я вот этого не могу понять. До куда дойдет этот бардак, этот бред просто? И, знаете, в этой ситуации насчет Олимпиады тоже интересно. Первый вопрос. А что, раньше не стояла, что ли, задача выиграть Олимпиаду или попасть туда? Ну, по-моему, перед нашей командой, в том числе и молодежной, всегда стоит эта задача. По-моему, и так всем понятно, что лучше пробиться на Олимпиаду, чем не пробиться. Но теперь, так как первое лицо государства сказану о какой-то чушь, ну, теперь нужно под это всем подстраиваться. Теперь у нас, наверное, матчи нашей молодежной сборной, которая должна как раз и пробиваться на Олимпиаду через молодежные чемпионаты. Их, наверное, будут показывать по первому каналу, их будет обсуждать Малахов, Соловьев, Киселев и остальные, потому что это теперь национальная задача номер один, выйти на Олимпиаду. Я думаю, что, в принципе, теперь молодежную сборную будут показывать даже чаще, чем старшую, потому что старшая-то на Олимпиаду не может попасть, а молодежная может. Вот, пожалуйста, теперь у нас вот это первая команда страны. Не знаю, под это дело, я думаю, скоро натурализуют парочку бразильцев, 10 аргентинцев, и таким образом мы будем пробиваться на Олимпиаду. Ну, потому что нужно же выполнять приказания сверху. Это ужас какой-то, ей-богу. Ну, что я могу сказать? Грусть-печаль. Наш футбол, таким образом, не скоро еще выберется из той жопы, в которой мы оказались. Кстати, тут недавно был опубликован очередной прогноз касательно нашего чемпионата, что он, скорее всего, в ближайшее время окажется на 16-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. Ну, давайте как-нибудь лимит еще усилим, потому что нужно поддержать наших российских ребятишек, футболистов наших. Они же так мало получают, им так тяжело из-за этих проклятых иностранцев. Давайте сделаем лимит два легионера в составе, да? Вот это будет круто. И тогда будем смело бороться за 30-е, 40-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Будем биться с Андоррой, Эльхтенштейном и остальными командами в рамках Риги конференций. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.